В последние годы правительство говорило своим жителям, что угроза их свободам приходит из дальних стран, которые многие даже не могут найти на картах. На самом же деле это угроза свободы местная. Пока все были отвлечены тем, что происходит за океаном, почти каждый центральный банк медленно выкатывал CBDC. Если они преуспеют, они заберут больше свобод, чем любая зарубежная сила. Вот почему мы сегодня расскажем вам про разработки CBDC по всему миру, расскажем, какие страны ближе всех к созданию цифровой антиутопии и посмотрим, что вы можете сделать, чтобы остановить их. Оставайтесь с нами. Давайте начнем с того, что быстренько освежим. Цифровая валюта центральных банков или CBDC – это цифровые валюты, которые созданы центральными банками. Для контекста, большинство цифровых валют, которые сегодня существуют, были технически созданы коммерческими банками. Единственная форма денег центрального банка, которую мы сейчас используем – это физическая наличность. Если вы смотрели наше недавнее видео по цифровому евро, вы знаете, что основная причина, почему центральные банки так одержимы CBDC? В том, что они боятся, что коммерческие банки получат полный контроль над цифровой валютой, как только пропадет использование наличности, ну или будет выдавлено для максимизации прибыли. Конечно же, решение центрального банка для этой проблемы – это разработать в кавычках цифровую наличность, которую они могут контролировать. С физической наличностью у вас полная анонимность и полный контроль над вашими транзакциями. С CBDC, тем не менее, у вас не будет ни того, ни другого. И не надо верить мне. Президент Европейского центрального банка признал прошлой весной на видео, что цифровой евро будет использован для контроля. Очевидно, что это стало пиар-катастрофой. И ЕЦБ пытался сохранить лицо с тех пор, обещая приватность и все остальное. Никто им не верит, тем не менее. Не помогает и то, что центральные банки очень хитро выбирали свои слова. Например, когда они говорят, что CBDC будут сохранять приватность, что на самом деле они имеют в виду, это то, что коммерческие банки не смогут увидеть ваши транзакции, но центральный банк сможет. Это было ясно выражено в нескольких отчетах по CBDC. И на этой ноте важно знать, что есть технически два вида CBDC. Закупочные CBDC, которые будут использованы определенными личностями и институционалами, это элита, и розничные CBDC, которые будут использованы всеми остальными. Это мы. И, естественно, у розничных CBDC самые ужасающие атрибуты. Позитивная нотка в том, что многие центральные банки переключают свой фокус от розничных CBDC к закупочным. Если вы смотрели наше недавнее видео про валюту BRICS, вы знаете, что это вероятно из-за того, что центральные банки хотят присоединиться к новой закупочной платежной системе BRICS. Это имеет смысл, если учесть тот факт, что принятие розничных CBDC было невероятно низким. Взять Нигерию, например. Первоначальное принятие CBDC и Naira было всего 0,5%. В итоге оно выросло до 6%, но это потребовало ограничений на использование наличности, что создало серьезные социальные беспокойства. И даже с этими ограничениями это все равно 6%. Похоже, что другие центральные банки это заметили и стали понимать, что лучше сфокусироваться на закупочных CBDC. В частности, из-за того, что это поможет обойти зависимость от доллара в межнациональной торговле и сблизиться странами BRICS. Но это не остановило некоторые центральные банки от выпуска их розничных CBDC. И можно предполагать, что центральные банки, фокусирующиеся на закупочных CBDC сегодня, переключить свой фокус на розничные завтра. Вот почему нужно знать, что планируют центральные банки и как подготовиться. Окей. С этим бэкграундом у нас за спиной мы можем поближе посмотреть на разработки CBDC по всему миру, начиная с Северной Америки. Что неудивительно, CBDC стали политической проблемой в Соединенных Штатах, и многие демократы поддерживают внедрение и многие республиканцы отвергают. В их числе Дональд Трамп. Он пообещал предотвратить выпуск CBDC в Соединенных Штатах, если его выберут президентом, и ему якобы это посоветовал его близкий соратник Вивек Ромасвами. И даже не надо упоминать, что Роберт Кеннеди-младший также был против CBDC, и он сейчас поддерживает Трампа, если вы пропустили новости. Когда дело касается политики, действия говорят громче слов. К счастью, республиканцы предприняли действия для запрета CBDC. Самым ярким стал двупартийный CBDC-биль, который прошел в мае. Республиканцы в Луизиане также пропустили закон, запрещающий CBDC и защищающий крипто в июне. В то же время Федеральный Резерв сделал все, чтобы оставаться в стороне от создания цифрового доллара. Но у него была пара проколов. Они включают бумагу, которая была опубликована в феврале, в которой утверждается, что доллар США может потерять доминацию по отношению к другим CBDC и стейблкоинам без цифрового доллара. Это предположительно то, почему Джером Пауэлл был допрошен республиканскими политиками у планах Центрального банка на цифровой доллар во время слушания в марте. Как обычно, Джером сказал, что в итоге Конгрессу решать одобрять ли цифровой доллар, и это будет не скоро, если будет вообще. Чего Джером не сказал, это то, что платежная система FedNow, Федрезерва, которая запустилась прошлым летом, может эволюционировать в систему CBDC, и его создатели, похоже, видят эту цель как ультимативную. Больше о FedNow в описании. Но вернемся к заявлению о том, что доллар потеряет глобальную доминацию из-за стейблкоинов. Те, кто знаком со стейблкоинами, знают, что это очень далеко от правды. Тот факт, что долларовые стейблкоины обеспечены госдолгом США, на самом деле означает, что они увеличат доминацию доллара. Это то, что республиканские политики начинают понимать, и, похоже, это основная причина, почему они поддерживают крипто. Но подвох в том, что стейблкоины технически не так сильно отличаются от CBDC. Стейблкоины укомплектованы таким же контролем, они просто выпущены частной корпорацией вместо публичной. Это неудобная правда, которую криптоиндустрия не любит обсуждать. И, похоже, что существует скрытая повестка в этом про-крипто-движении, которое мы наблюдаем в США и не только. Когда вы понимаете, что стейблкоины в центре крипто-политики, это сулит то же самое будущее, что и CBDC. Но мы вернемся к этому позже. К югу Северной Америки у нас есть, ну, Южная Америка, у которой удивительно лимитированные разработки CBDC с начала года. По крайней мере, в сравнении с другими регионами. Самое большое объявление пришло из Венесуэлы, которая отказалась от своего Петро Коэна после шести лет. Для понимания, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал создать Петро Коэн как способ обойти санкции США. В теории, он должен быть обеспечен богатыми нефтяными резервами страны. На практике, это мало что значило, поскольку правительство контролировало его предложение и выпуск. Пометьте себе. В то же время, Багамы отчитались о том, что они собираются принудить коммерческие банки принять их сендоллар, который они запустили в 2020-м. Как веселый факт, Багамский сендоллар был технически первым CBDC, который запустился. И, как нигерийский и Найра, он практически не был принят. Принятие меньше 1%, если быть точным. Учитывая, что население Багам составляет 400 тысяч, его использовали пара продавцов мороженым и парень, продающий ловцы снов. И, как не очень веселый факт, принуждение коммерческих банков к использованию CBDC, похоже, является целью каждого центрального банка. Как вы помните, FedNow является предвестником цифрового доллара? Похоже, что Федрезерв хочет принудить каждый коммерческий банк интегрировать FedNow в какой-то неконкретизированный момент в будущем. И да, кстати, мы знаем, что Багамы в Карибском регионе. Мы просто подумали, что мы прикрепим его к Южной Америке, чтобы все упростить. К слову о Южной Америке. На другой стороне океана от Южной Америки у нас есть Африка и Средний Восток. И там было очень много CBDC-разработок. Самым ярким примером, конечно же, является Нигерия, которая активно работает над запуском своей Инары. До такой степени, что они рассматривают возможность создания стейблкоина вместо этого. К сожалению, похоже, что Инара остается фокусом для нигерийского центрального банка. Что вызывает еще большее сожаление, так это то, что даже если нигерийский стейблкоин будет выпущен, у него будет тот же контроль, что у Инары. Как вы помните, единственная разница между ними – это то, кто их выпускает. Больше о том, что происходит в Нигерии – в описании. Еще две страны, которые значительно продвинулись в разработках CBDC – это ОАЭ и Саудовская Аравия. ОАЭ завершила первую транзакцию на Эмбридж, платежной системе BRICS в январе. Эмбридж после этого запустился в июне с Саудовской Аравией на борту. Это заставляет размышлять, будет ли Турция следующей. Чтобы вы понимали, Турция подала заявление на вступление в BRICS. Они также работали над своей цифровой лирой, чтобы попытаться сдержать инфляцию. Если инфляция продолжит падать, тем не менее Турция может сфокусироваться на ее закупочном внедрении. Дальше на юг Израиль собирается выпустить свой приносящий проценты розничный CBDC. Это интересно, потому что многие центральные банки решили не позволять розничным CBDC приносить проценты. Это просто из-за того, что это повлечет за собой риск высасывания денег из остальной финансовой системы, что внесет нестабильность. Подвох в том, что эти центральные банки в странах, где много долга, что делает финансовую систему уязвимой в Израиле. Отношение долга к ВВП всего 60%, что скорее всего делает его финансовую систему гораздо более прочной. Тем не менее, похоже, Израиль не запустит свой розничный CBDC даже когда он будет готов. Согласно недавнему отчету Reuters, Израиль ждет, когда другая западная нация выпустит свой CBDC до того, как Израиль выпустит свой цифровой шекель. Не до конца ясно почему, но это поразительно. Что ясно, тем не менее, это то, что Израиль верит, что ЕЦБ будет первым западным центральным банком, который выпустит CBDC. Ой. Странно, но похоже, что Иран в той же лодке, поскольку они недавно закончили пилотные испытания своего цифрового реала. Нету сомнений, что Иран также пытается обойти санкции США, используя свой CBDC. Что интересно, это что страна сделает, когда у нее это получится. В любом случае, было бы упущением не упомянуть ЗИГ, цифровую валюту Зимбабве, обеспеченную золотом. Забавно, но ЗИГ был превращен в физическую валюту. В апреле к июню был целый черный рынок нелегальной торговли на Форексе ЗИГом, но по крайней мере он удержался в цене и даже вырос к доллару. После Африки и Среднего Востока у нас есть Азия и Океания, чьи разработки CBDC потянут на отдельное видео. Крупным, конечно же, является Китай, который агрессивно выпускал свой цифровой юань. В декабре они завершили трансграничную сделку по золоту, используя этот CBDC. И если вы думаете, что это безумно, подумайте о том, что Казахстан заплатил за железнодорожную линию в Китай, используя свой собственный CBDC. Для тех, кто не знает, очень много мелких стран сфокусированы на CBDC, поскольку, по сути, это единственный способ, которым они могут защитить свою национальную валюту. Но вернемся к Китаю. Еще одна безумная история, связанная с цифровым юанем, произошла в прошлом ноябре. Это новости о том, что британский банк Standard Chartered поучаствует в тесте китайского CBDC. Напомним, что французский банк BNP Paribas присоединился к тесту китайского CBDC в прошлом году из-за геополитических изменений. Другими словами, Европа, вероятно, разрывает отношения с США и больше сходится с BRICS, но, скорее всего, не скоро. Кстати говоря, запуск китайского CBDC дает нам представление о том, каково это будет в Европейском Союзе, когда ЕЦБ выпустит свое цифровое евро, как со всеми тоталитарными революциями. Первыми людьми, на кого это повлияет, будут те, кто поддерживал инициативу. Китай отчитался о расследовании, связанном с создателем цифрового юаня в апреле. Следующими, на кого это повлияет, будем мы плебеи, которые откажутся использовать CBDC, даже когда будут принуждать. Китайские работники, которым платят цифровым юаням, обменивают его на настоящие деньги так быстро, как могут. Подобная вещь произошла с цифровыми валютами в Скандинавии в начале пандемии. Последней группой людей, на которых повлияет выпуск CBDC, будут преступники, которым позволят работать, пока не являются частью той элиты, которая во власти. Китайские суды недавно приговорили банду за отмывание денег, используя цифровой юань. И они не единственные. Другая азиатская страна, которую надо упомянуть, это Индия, которая еще более агрессивно выпускала свое CBDC, чем Китай. В то время как китайские жители не спешат принять цифровой юань, похоже, что индийским жителям довольно комфортно с цифровой рупией. Это из-за того, что больше пяти миллионов индийцев используют цифровую рупию благодаря нескольким пилотным испытаниям, прошедших с 2022-го. Что неудивительно, Индийский центральный банк недавно переключил свой фокус на трансграничные CBDC решения и также на оффлайновые CBDC платежи, которые нужны, учитывая огромное сельское население Индии. Что удивительно, это то, что криптобиржа Bybit добавила поддержку индийской цифровой рупии в июле, вне зависимости от того факта, что Индия против крипта и крипта само по себе против CBDC. Это удивительно, потому что это указывает на то, что достаточно принятия цифровой рупии для того, чтобы добавить ее как метод платежа. Это оставляет два основных региона, и это Англия и Европейский регион. И они давят со своими CBDC планами вне зависимости от оппозиции от общей публики. Начнем с Европейского региона, где ЕЦБ говорит, что цифровой евро будет иметь лучшую приватность, чем цифровые валюты, выпускаемые сейчас коммерческими банками. Как будто это кого-то волновало. Что иронично, коммерческие банки выразили сразу несколько возражений к цифровому евро всего через пару дней. По совпадению, похожая ситуация происходила в Соединенном Королевстве, где больше 50 тысяч людей предоставили фидбэк Банку Англии о его цифровом фунте. Можете догадаться, какая жалоба была на первом месте? Верно? Приватность. К счастью, цифровой фунт требует одобрения политиками Соединенного Королевства. Это может быть причиной, по которой Банк Англии переключил фокус на закупочные CBDC в последние месяцы. Возможно, это также связано с тем, что коммерческие банки проводят эксперименты с цифровым юанем. И существует вероятность, что Банку Англии не нравится перспектива принятия зарубежного CBDC британскими банками. Напротив, ЕЦБ, похоже, не переживает. Это из-за того, что в июне французский банк, Банк де Франс, заключил партнерство с гонконгским денежным управлением, чтобы работать над CBDC. Кстати, Гонконг фактически часть Китая. С другой стороны, немецкий центральный банк работает над CBDC с MIT, известным американским университетом. Все это подчеркивает возможность того, что мы увидим значительные геополитические изменения в следующие годы. Но, это возможно, что эти разделения всегда были. Похоже, что происходит перетягивание каната между правительствами и центральными банками, которые хотят CBDC, и менеджерами активов и коммерческими банками, которые хотят стейблкоины. Это приводит меня к большому вопросу. Это, что вы можете сделать с запуском CBDC по всему миру. Для перспективы, 94% центральных банков работают над CBDC какого-то рода. И, как вы помните, центральные банки, вероятно, запустят оба вида, вне зависимости от того, с какого они начали. Большая проблема, тем не менее, это то, что менеджеры активов и коммерческие банки параллельно выпускают стейблкоины. Что это означает? Это то, что, похоже, у нас гарантированно будет какая-то антиутопическая система цифровой валюты. Это просто вопрос того, кто будет контролировать – правительство или корпорации. И, похоже, что ответом станет смесь. Это из-за того, что некоторые страны, такие как Индонезия, явно выражали свои намерения использовать CBDC для борьбы со стейблкоинами и крипта в целом. Другие страны, такие как Швейцария, похоже, комфортно себя чувствуют со стейблкоинами. Более важным вопросом является то, как много контроля будет у этих правительств и корпораций. И как мы можем разобраться в этом сложном пространстве цифровой валюты. В теории CBDC могут лучше работать для сохранения свободы. На практике, тем не менее, это зависит от управления. Если управление CBDC определяется демократическим голосованием через демократическое правительство, то это будет обоюдо острым клинком. С одной стороны, большинство людей, вероятно, будут выбирать правительство, которое минимизирует контроль CBDC. С другой стороны, они, вероятно, будут голосовать за то, которое больше всего печатает. Верьте или нет, но это опасение, которое Банк Интернациональных Урегулирований, или БАЭС, выразило в своих отчетах о CBDC. Чтобы вы понимали, БАЭС – это банк для центральных банков. И БАЭС верит, что большинство людей будут голосовать за то, чтобы напечатать CBDC, чтобы раздать себе, если позволят. И это, вероятно, так. И если контроль стейблкоинов определяется в основном частными институционалами, то они будут делать все, что требуется, чтобы максимизировать принятие и ценность. В теории, это выльется в минимальный контроль. На практике, тем не менее, контроль может быть использован для сохранения платежеспособности имитента. И если вы забыли, стейблкоины обеспечены государственным долгом. Это означает, что когда вы покупаете стейблкоин, государственный долг покупается за кулисами, и наоборот. Если уверенность в стейблкоине падает, то это выльется в большое количество продаж долга и образуется волатильность. Как следствие, это может подвергнуть финансовую систему риску обвала, потому что государственный долг обычно используется как обеспечение для крупных займов, конкретно долг США. Если подумать, это возможно, что следующий финансовый кризис будет спровоцирован крахом имитента стейблкоина из-за какого-то внешнего шока. И это возможно, что этот внешний шок может быть вызван экспоненциальным ростом государственного долга, особенно в США. Если этот тренд продолжится, инвесторы в облигации могут скинуть свои сумки, из-за чего цены могут упасть. И это приведет к вопросам, обеспечены ли полностью стейблкоины из-за падения в ценности обеспечения. Как следствие, это приведет к краху стейблкоинов, что увеличит волатильность рынка облигаций и превратит стейблкоины в идеального козла отпущений, которого можно использовать, чтобы оправдать выпуск CBDC правительствами. Но это тема для другого видео. И так получилось, что оно есть в описании. Теперь на тему того, что вы можете сделать для сопротивления CBDC, самым эффективным способом будет активно голосовать против политиков, которые за CBDC. Но во многих случаях выбора особого нет. Тот факт, что это становится важной политической проблемой в США, указывает на то, что больше политиков будут против. Вы также можете посмотреть на возможности, предоставить фидбэк центральным банкам, как было в Англии. И можете попытаться использовать физическую наличность чаще, поскольку вывод ее изобращения – это важная часть выпуска CBDC. Если не будем использовать – потеряем. К сожалению, все эти меры могут быть недостаточными во многих случаях, чтобы остановить надвигающуюся угрозу CBDC. И в таком случае лучшее, что мы можем сделать, это последовать примеру, таких мест, как Нигерия и Багамы, и не использовать их. Это последняя линия обороны, но она может быть самой эффективной, которая у нас есть.